Приветствую вас! Прочитал ваш текст. И, вы знаете, ну, во-первых, хочется сказать, что этот текст, это, как вы знаете, больше похоже на излияние вашего негатива, излияние накопившихся обиды, горечи, хотя, безусловно, не всей, да, не в полном объеме, конечно же. Значит, ну, по поводу вашей мамы, можно сказать, что вы ее демонизируете, значит, по результатам идеализации. То есть, вот они скучали, она вела себя с вами эгоистично, она вообще все время вела себя с вами эгоистично. Вот. То есть, здесь, как бы, ну, ничего не менялось, на самом деле, со временем. И дело не в вас, на самом деле. Дело в ней. То есть, это у нее есть определенные проблемы, у нее есть определенные трудности, у нее есть определенные сложности в жизни, у нее есть определенные недовлетворенности, у нее есть еще, может, какие-то трудности, о которых вы не написали здесь, но, тем не менее, это есть. А вы все время ждете от мамы какого-то поведения, знаете, совсем другого. То есть, не того поведения, которое она может вам дать. Не того, не той модели отношения к вам, которую она реально может, как бы, претворить жизнь. И здесь у меня к вам, пожалуй, только один вопрос. Вы будете требовать от нее того, что она вам дать не может, например? Или вы все же перестанете это делать и будете как-то все-таки ориентироваться на себя? Да. Далее. Значит, если мы с вами говорим о том, что как вам жить с пониманием того, что вы не были собственной матери, то я могу вам задать встречный вопрос. А зачем вам быть нужной, собственно, своей маме сейчас? Для чего? Ну, она не может с вами нормально общаться, потому что, скорее всего, она вам завидует, ее безумно раздражает то, что у вас более-менее обустроена жизнь, значит, семейная. А у нее ничего такого нет. Да? Откуда вот эта потребность быть нужной маме, особенно сейчас? Откуда эти требования? Откуда эти требования, чтобы она была в вашей жизни? Но она не хочет в ней быть. Тогда тем, где вы требуете этого от нее? Тогда для чего вы это делаете? С какой целью? Понимаете? Вот об этом я хотел вам сказать. Иными словами, иными словами, это не вы, не благодарны. Это у вашей мамы проблема. Но, безусловно, пока вы сами не решите начать отпускать обиды на нее, прорабатывать эти моменты все с ней, с психологом. Ну, вот будет такая ситуация неприятная. Вполне нормально, что будут такие вот ссоры, потому что вы на нее перекладываете ответственность за то, что между вами происходит ссора. А только на нее. Это неправильно. То есть, ваша ответственность тоже есть. А вы про нее, про эту ответственность как бы забываете. Ну, то есть, не говорите о ней совсем. Это и есть правильно. То есть, и ваша ответственность, и ее. Вот. Свою ответственность вам нужно четко осознать для себя. Это первое. И второе. Встать на путь с пониманием своей мамы. Понимание того, почему она к нам так относится. И в итоге, в итоге, приход к выводу, что ваша мама, по сути, только лишь переносит на вас определенный негатив, который у нее имеется. И из-за проблем с отцом вашим, и из-за своих собственных проблем каких-то, да, и так далее. Вот. А именно перенос имеет место быть. Вы же воспринимаете это все как бы на свой счет. Почему? Почему вы воспринимаете все это на свой счет? Потому что так у вас в детстве залоги. По-другому вы не можете. Это понятно. Достаточно, достаточно тяжело относиться по-другому к тому, кто тебя ни в это не ставит. Я понимаю вас. Хорошо понимаю вас. Но, тем не менее, необходимо абстрагироваться от личного восприятия того, что между вами. И, собственно говоря, в итоге вы будете переживать. В итоге вы будете расстраиваться так же, как это происходит с вами вот сейчас. Ну, если не хотите, то необходимо, чтобы вы работали над собой, над своим отношением с мамой. Это психоаналитическая работа длится на какое-то время. Ну, довольно продолжительное правило при проблемах с родителями используется психоанализм. Вот. С этим мы на работе. С вами на работе. И, я думаю, надеюсь только, что вы действительно это будете делать. Потому что иначе, ну, вас это заведет в различные болезни. То есть, на вас это может отравиться, как на здоровье, так и на вообще восприятие мира. То есть, если вы этого не хотите, то, соответственно, нужно записываться на консультацию к психологу, выбирать себе подходящего и начинать с ним работать. Именно, именно, в направлении, которое я вам сказал. Именно в тех направлениях, которые я вам озвучил. Потому что, ну, мой ответ, он, именно мой ответ. Вам он, вряд ли, что-то, прям, вот, даст какое-то, что вы, вот, прямо поймете для себя сразу. Я не думаю, что это будет так. Давайте я в правде в глаза будем смотреться, я не думаю, что это будет так. Вот. Так что, выбирайте, решайте, думайте и, если надумаете, то обращайтесь за консультацией ко мне или другим коллегам, мы вам поможем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, будь рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи. А если если вам маленький я проехал, который мы сделали это оттеп hillительным, то в котором здесь есть это точно. Он должен был, он далеко.